Пишите вас приветствовать. Очень приятно опять, как мы всегда, каждый год делаем, собраться и послушать наших студентов, и магистрантов, и аспирантов. И, ну, я надеюсь, без долгих предисловий, сейчас вообще такой период жаркий, и у нас, и вообще везде, во всей Москве каждый день по две, по три конференции собирается. И всем приятно поработать, приятно провести время. Так, первый у нас доклад значится Саидахметова Зарина Саидахметовна «Образ войны и мир в творчестве Никифора Григора». Пожалуйста. Так, здесь уже дам, видели ее. Здравствуйте. Добрый день. Презентация. Я выключу свой звук. Дима, вы возьмете тогда, я звук выключу пока. Да, конечно, конечно. Зарина, не забывайте, что у вас в регламе 20 минут. Да. Наша курсовая работа называется «Образ войны и мира в творчестве Никифора Григоры». Сразу напомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Немного про актуальность, немного про цели и задачи, методы и прочее, потому что в последней конференции мы уточнили вектор движения, внесли какие-то правки. Так что на данный момент актуальность обусловлена отсутствием исследований и рассматривающих образ войны и мира в текстах авторов византийского гуманизма. Византийский гуманизм нам интересен как явление, влиявшее на всю дальнейшую европейскую культуру. Так что интересно рассмотреть, как именно ранние гуманисты относились, изображали в войну такие непростые понятия, как война и мира. Нашими целями является изучение способов формирования образа войны и мира, а также непосредственно отношение автора к войне и миру. То есть через образ мы можем сделать выводы об его отношении. Для этого мы ставим такие задачи, как поиск фрагментов описания конфликтов, как внешних, так и внутренних. Анализ, как в этих фрагментах описывается конфликта или его последствия. Характеризуем образ войны и мира, какую он носит оценку, то есть положительную или отрицательную, и делаем вывод об отношении автора к описываемым событиям. Предметом исследования является образ войны и мира, а объектом фрагменты из истории Иеремеев и других произведений автора, которые содержат описание конфликтов, угрожающих миру или просто важных в истории асцентийской истории, и личное отношение автора к происходящим событиям. Методы — это поиск релевантных фрагментов, литературовический анализ и интерпретация и, собственно, отношения автора. Перейдем к теоретической базе. В качестве теоретической базы исследований мы используем труды как отечественных, так и зарубежных литературоведов, в том числе Чернец, Томашевского, Жермунского и в качестве зарубежных Папаюанов. На данном слайде представлена цитата из статьи «Скиба и Чернец», в которой определяется художественный образ. Это, по определению, категория эстетики, характеризующая результат осмысления автором какого-либо явления или процесса. Причем нам важно подчеркнуть, что это именно результат осмысления автора, то есть его личная оценка. А также в этом определении сказано про то, как образ может быть выражен, точнее то, что образ, в принципе, имеет свое выражение теми или иными способами. Объективированные формы произведения как целого, так и частного значит, что произведение может либо полностью отражать какую-то идею, либо конкретными своими главами, фрагментами и прочим. И мы склоняемся к тому, что в нашем случае это будут именно частности, то есть какие-то определенные цитаты, фрагменты, даже главы. Также отношение автора очевидно по характеру ассоциаций, вадимых тропами, что позволяет нам анализировать образ через анализ средств выражения. Далее представлены статы из статьи Тимофеева, которая подтверждает предыдущий тезис о том, что писатель подбирает именно те слова, то есть образ формируется осознанно. При этом, хотя образ с одной стороны носит субъективный характер, выражает мнение автора, он также имеет классовую направленность, то есть выражает мнение какой-то группы людей. В статье приводятся примеры образа в литературе романтистов, реалистов и так далее, которые составляют определенную группу людей. Также нам кажется возможным объединить бенетических гуманистов как подобную группу. Далее представлены цитаты из монографии Топуяна, в которой представлены некоторые способы выражения образа. Например, это могут быть как тропы, которые отличаются... Ну, тропы и фигуры. Тропы причем отличаются тем, что они связаны с переносом значения слова. Это метафоры, метонимия, синяк, дыха, аллегория. Либо фигуры, которые затрагивают непосредственно смысл высказывания, что-то иное. Например, гипербаттен или ирония. Далее перейдем к примерам. Мы рассмотрим оригинальный текст и перевод Яшунского. Сделаем некоторые комментарии и на основании этого постараемся определить, какое же отношение у автора в конкретном эпизоде по поводу представленной ситуации. Уже в переводе мы видим такие слова, как «мрак», «бурная ночь». Образ достаточно темный, сложный. Все переворачивается вверх-вниз. Но если мы посмотрим в оригинал, мы заметим, что упоминается, что есть сравнение с зимой и ночью. Причем важно знать, что зима даже в современной греческой культуре носит отрицательную, резко-отрезательную коннотацию, потому что это очень трудное время, в которое трудно прокормиться. Так что образ этот, очевидно, отрицательный, так же, как «ночь». Темнота, все перевернуто вверх. Но автор рисует картину безнадежности, какой-то неопределенности, что на основании выбора лексики позволяет нам предположить, что описание этой ситуации после гражданской войны резко отрицательное. Следующий пример — это пример из фрагмента, где Григора описывает борьбу за власть Анны Самойской и Контакузина. В частности, он говорит о том, что Анна восстановила Паламу и начала слушать его приказы. При этом она стала подобна парусу корабля, когда на него вдруг обрушится сильный бурный ветер, налетевший откуда-то с крайнего севера. Метафора корабля для греческой культуры, литературы, в принципе, известна. Метафора корабля как государство, здесь же корабль как государственный деятель. При этом этот корабль управляется не самим моряком, капитаном, а ветром, внезапно налетевшим. И опять же мы видим, что это арктический ветер, также какой-то северный, жестокий, неуправляемый. То есть корабль, по сути, не имеет... Капитан, по сути, не имеет власти над своим кораблем, и он должен подчиняться стихии. Тут тоже такая разорнутая метафора, которая говорит о том, что отношение Григоры к Анне тоже, ну, не резко негативное, но все-таки такое сомнительное. Далее приведен список литературы для данного доклада. Для самой курсовой он, конечно, больше. У него не вошли на данный момент словари, различные статьи и фундаментальные труды. На этом у меня все. Буду рада ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Зарина Света Хмедовна, в том числе за такое, что это излишне строгое понимание понятия регламента. Пожалуйста, ваши вопросы, коллеги. Так, у меня вопрос. Зарина, а с чем связано, что вы предпочитаете основываться на патрологии Миния, свои издания, а не используете новые издания? На данный момент я как-то до него не дошла еще, но я думаю, я сравню потом и исправлю ближе к концу исследования какие-то цитаты. Нет, конечно, потому что надо пользоваться новым изданием. Вообще патрология, если есть какое-то издание в нормальной серии, патрология, это же коммерческое издание было, научный смысл. Просто в каких-то случаях ничего кроме патрологии нет, тогда мы, конечно, пользуемся. Отдельные сети, там, Федор Продромов, это все. Но здесь, слава Богу, почему есть новое издание, помимо Бондского корпуса, и нужно, конечно, пользоваться новым изданием. Хорошо, спасибо. Спасибо. У меня, Зарина, вопрос к вам именно к стороне методической и того, как все-таки ваша теория соприкасается с практикой. Вот хотелось бы все-таки увидеть в каком-то смысле, да, тем более XIII-XIV век, все-таки развитие византийской литературы, вот, возможно, применительно к такой интересной и глубокой тем более затрагивает и автоматически, да, такие семантические оппозиции, как свой-чужой, какие-то вопросы конфликтологии. Не обратили ли вы еще, может быть, вкладывает Григора в свой художественный метод, в свое понимание, в эпитетах, метафорах, которые, что-то новое византийской литературе по сравнению с предшествующим периодом ее развития, не удалось ли вам заметить вот какого-то именно новаторства авторского или, наоборот, как раз мы говорим, что нет, наш византийский мимисис, он тут силен как никогда, то есть это традиционализм такой самой, да, в высшей форме. Как мне показалось, стиль Григоры очень индивидуален, он не так строго следует, наверное, формату жанра, его история достаточно в немного именно личных каких-то моментах, много метафор, много психологизма, отличия, мне кажется, есть какие-то отличия от предыдущего, но какого-то новаторства я пока, наверное, не заметила. Спасибо. Еще вопросы? Давай. Спасибо за ответ. А вот вы видите обезьян войны, и неразейны, вы похожи на северную северную? Мы их описываем и воспринимаем как хороший вопрос, мы их воспринимаем как какую-то цельную субстанцию, можно сказать, то есть состояние войны и состояние мира, оппозицию. И обращаем больше внимания на описание войны, потому что в них также проявляется описание, противоположность описания мира. коллеги, еще вопросы? Нет, больше вопросов. Аксида Анатольевна, в чат, в чат. А, очевидно, вопросы. Эрбитаревна, он, пожалуйста. нет больше вопросов. Хорошо, тогда мы благодарим Зарину Анатольевну и наш следующий доклад, докладчик, это Кривоногов Семен Борисович с темой афонские жития как жанр пост-азантийской литературы 16-19 веков. Доброе утро. Надеюсь, что меня слышно. Да, Семен, мы вас слышим. Доброе утро. Прошу прощения, что сегодня в таком формате, к сожалению, состояние здоровья вынужден подключаться по Зуму. Надеюсь, что это не повлияет на восприятие нового доклада. Прошу прощения, можете просто мне сделать демонстрацию экрана, чтобы я запустил презентацию? Я пока не могу это сделать. Так. Сделать организатор? Не знаю, я разрешу демонстрацию, а вот все сделаю. А, все, можно, можно, спасибо. Так, секундочку, сейчас. Да, когда могу начать. Прошу прощения, а вы не развернете на весь экран F5, не нажмете, неудобно вам будет, то у нас она обрезается. Секундочку, сейчас, ой, я тут не силен. А, мне нужно делать слайдшоу, да, наверное? F5 нажмите, есть у вас, или у вас кем тоже. Вот так вот. Отлично, спасибо огромное. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня на докладе я хотел предоставить работу, посвященную фонским житиям, как жанра по святизвестной литературы 16-19 веков. Давайте сначала, да, у меня что-то не переключили, а вот. Давайте посмотрим, да, собственно говоря, временные рамки. Я бы хотел обсудить, с точки зрения истории и литературы, как они переплетены в этот отрезок времени. Давайте поговорим про, что у нас происходит с 16-го по 19-го века на территории Фонской горы. Обычно говоря, мы помним, что в это время Гресс находится под османским так называемым игом. Османское завоевание, конечно же, вызывает всемирственный кризис, и тем не менее, начало 16-го века уже начинается преодоление этого кризиса, то, что восстанавливаются монастыри, они ремонтируются, реставрируются здания, храмы, и самое главное, что пополняются библиотеки. Как следствие, на Афон возвращаются ученые монахи, и происходит возрождение литературы и новой словесности. К этому же времени у нас складывается группа из 20-ти обители, между которыми был поделан весь полуостров. То есть, территориально земли в это время у нас поделены. И, собственно говоря, 16-го века Святая гора, безусловно, она всегда была в статусе хранителя цитруковного предания, традиции, но когда сейчас уже после падения Кастинополя она утверждается в статусе единственной хранительницы и высшей школы христианского подвижничества. И, собственно говоря, если говорить про литературу, то можно говорить про то, что в это время у нас возникают, собственно говоря, приезжают ученые с разных концов и проводят некоторое время на Афоне. Можно привести в пример например, выдающегося ученого Максима Грека, который пробыл 10 лет в монастыре Водопед. Конечно, в это время на Афоне он создал всего лишь несколько эпиграмм, но тем не менее надо понимать, насколько было далеко влияние Афона на церковный мир, что он себя называл до конца жизни Максимом монахом Водопедским подписывался. Мы понимаем то, что Афонская гора занимает особое место в жизни общества того времени. Если говорить про термин афонской литературы, то мы тут повторяем за Критоном Христоидисом, который ввел этот термин, и он утверждает то, что афонская литература это творение афонских ученых, писателей, монахов, которые постоянно занимаются литературой в одном из монастырей. Поэтому афонские жития написаны афонскими монахами. Давайте сначала поговорим про то, собственно говоря, какие мы выбрали для этого нашего разбора жития, из каких веков, и почему мы это сделали. Давайте приближим сначала по карсиналям. У нас XVI век. Собственно говоря, у нас тут возникает такое деление некоторых монахов, пишут на две категории про них обожавленности. Это монахи образованные, которых мы видим высокий стиль, активное использование сложных конструкций, и монахов простых, которые используют простой греческий язык, так называемый Абголи Кирлоша. На них характерен низкий слог и довольно небрежное использование языка. Когда мы говорим про первую категорию монахов, то мы имеем в виду таких лиц, как Максим Грек, Пахоми Рушан, Феофан Эляф Кулкос и так далее. Собственно говоря, и эти люди, конечно же, они прежде всего пишут догматические сочинения. Например, Пахоми Рушан, он известен своими рассуждениями о бытие Бога, о домостроительном воплощении, беседе о божественной важности, пользуясь этих книг священного писания и так далее. То есть, если говорить про первую категорию образованных монахов, то их агеография не интересовала. Поэтому у нас есть вторая категория так называемых народных монахов. Как называют еще почему-то народно-любимых народов. Это, собственно говоря, у нас первый Гавриил и Серафим. Нас будет рисовать житие первого Гавриила, житие святого Нифона по трех кассову, которые, собственно говоря, мы взяли на наш разбор как наиболее характерное житие данного периода. Когда мы говорим про 17 век, то нам тут мы тут взяли ученого Агапия Ландоса и его сборник Невос Парависус Новый рай. Собственно говоря, в это время надо понимать, что уже утверждается простой греческий язык Аполь-Никерлоз используется всеми, без исключения афонскими монахами, поэтому там мы взяли самый характерный сборник и одно житие из него для соответствующего разбора. Если говорить про 18 век, то мы говорим прежде всего, конечно же, про создание Афониады на Афонской школе, говорим про возрождение гуманности по отношению к знанию, и нам, конечно, интересно творение Афанасия Пороцкого, к сожалению, по объективным причинам, то, что у нас нет доступа к рукописям, и когда мы говорим про Афон, в принципе, это одна из таких вещей, которые не нужно запомнить, рекомендуем, что, конечно, у нас нет доступа к рукописям, и, к сожалению, Афанасий Пороцкий пока найти житие, которое мы хотим, не удалось. Тем не менее, на рубеже веков нас будут интересовать тоже два таких знаменитых автора, это Яков Нескетет и Никодим Святогорец с их сборниками Афониада и новый Мастерологиум. И, собственно говоря, мы будем брать жития для разбора именно оттуда, мы, с того как бы, посредим тенденцию развития афонских житей в этот период времени. Давайте же так уже, когда, собственно говоря, перейдем к самим житиям, да, потому что, первое житие, которое хотел бы разобрать, это житие Святого Нифона Патриака Костопольского, которое написано первым Гавриилом, рукопище XI века, к сожалению, не сохранилась, про это тоже пишет в своей монографии Критом Хрисоидис, но напоминает то, что, собственно говоря, житие, его содержание, оно отображено полностью в сборнике Neoniclogion Никодима Шатогорда, собственно говоря, именно оттуда мы и взяли это житие. Как видите, да, справа представлен такой снимок этого жития, как оно представлено, да, собственно говоря, я хотел бы, я считаю, что нужно определить главный жанр этого жития и забрать необходимый топос, да, перевод выполнен лично мною, да, поэтому для вас на русском языке я его хотел бы представить, основные топосы, которые представлены в этом житие. Это у нас стремление к монашеской жизни с детских лет, да, такой традиционный топос посвящения себя Богу с самого детства и, собственно говоря, наверное, один из самых важных топосов этого времени это верность православной веры. Там, мы помним, в каком контексте создавалось эти жития, это у нас XVI век, да, это когда возникает такое явление Акуни в середине XV века, как мы помним, и, конечно же, верность к православной вере, да, именно верность к канону православия составляет одно из самых главных составляющих этого жития, да, как и, в принципе, житий многих преподобных. И, собственно говоря, четвертый необходимый топос о том, посмертные чудеса, также они в этом житии очень обильно присутствуют, да, от мощей либо от по силе самого святого. Давайте тогда с вами потихонечку перейдем дальше. Собственно говоря, это житие является таким примером нового жития, да, по тому, что он будет английский, XVI век, это житие новых святых, оставлено уже на простом греческом языке, да, то, что говорим такое некоторое новатоство монашской, афонской литературы. Давайте, когда с вами перейдем к следующему житию, дальше, да, мы говорим с вами про сборник Neos Paradesos, Agapia Landos, и тут мы сталкиваемся с тем, что у нас на афоне также подружается традиция перефраза, парафраз, простите, это у нас традиция, которая, да, еще известна со времен Семена Метафраста, который, собственно говоря, наоборот, а если Семена Метафраста брал жития, написанные на народном языке и переделывая их на более высокий слог, то тут происходит тетенция обратная. Agapia Landos, он сделает сборник жития Семена Метафраста, переделан на более простой народно-греческий язык. Собственно говоря, вот на этом слайде вы можете видеть разницу, да, слева он представлен текст Семена Метафраста, справа представлен этот же отрывок, перефразированный, собственно говоря, Агапием Ландосом. Это у нас из жития апостола Филиппа. Если это не указано, я в следующий раз буду указывать. И, ну, тот, в самом деле, отрывок нам ничего особо не говорить. Я бы хотел обратить ваше внимание на следующий слайд, где представлены, собственно говоря, перефразированные элементы основные, которые взяты в этом житии. А, как видим, Семена Метафраста, что у нас слева, справа идет Агапием Ландос. Может быть, сделать вывод о том, какие именно конструкции упрощает Агапием Ландос. Например, Агапием Ланди, простите. Например, да, он заменяет уже инфинитив, который в это время используется на анакалутиси о Иисус одеспотис Христос и так далее. Может быть, эпифаниис перифемон. Если, допустим, у нас, когда про слово крещение используется довольно длинный пассаж тоис полингесия штутус просвиефоти, то у нас будет просто Эвавкише, например, когда про землетрясение говорит Эгине Сизмош у Семена Митфаста было Сфито и Йике Осених и Клона. То есть, в принципе, можем увидеть такую тенденцию максимального упрощения языка при создании житий святых. Так, в смысле, это сделано в рамках посвящения народа и в рамках того, чтобы сарханить веру и греческую культуру. Давайте посмотрим, собственно говоря, пойдем с вами потихонечку дальше. Дальше хотелось бы обратить ваше внимание на, уже, да, мы с вами переходим немножко, да, к Якову Нескетиоту, да, и тут у нас также подружается традиция парафраза. Мы видим то, что Яков Нескетиот также пишет житие Якова и Духов учеников, но тут, собственно говоря, он основывается на житие того же святого и сборника новой мартирологии Никодима Святогорца. Да, это житие, оно, собственно говоря, входит в фундаментальный труд Якова Афониата. Да, и вот, собственно говоря, тут я вот выделил немножко, да, собственно говоря, жихну конструкции, которые заменяют Яков, да, то есть мы можем видеть, что тут, на самом деле, происходит немножечко обратный, собственно говоря, да, уже такой элемент. Яков, все-таки, Никодим Святогорец, да, это сборник такой максимально сделан на простом народном языке. Яков Носкетежи его намеренно усложняет, то есть придает ему черты литературные, более высокого стиля. Там можно, например, увидеть, вместо Дьяна используется конструкция Ина, вместо Эпиен используется Анехориша, да, когда, собственно говоря, описывает, то, что, да, описывает продавца овец, тут все довольно просто, и там политис проватон, тут же у нас тут лавонт нефротира, там василикон проватон, да, там целый такой литературный пассаж. И на самом деле, да, как мы видим, даже использование, да, да, извините, пожалуйста, можно сделать назад, ой, секундочку, нет, все равно, секундочку, вот, да, то, что вместо пола, плуча используются Эйен и Пэрплу, то же, да, то же, то же такая абсолютная степень сравнительная прилагательная. То есть, мы видим, что литература идет по еще по своему, по такой траектории усложнения текста. Давайте посмотрим с вами еще один пример, который тоже из этого жития ученика Якова и другого ученика то, что мы можем тут видеть, например, когда Яков Нескиот, простите, использует датив, да, например, если мы тут вижу, у нас будет ОДЕЛЕГИ, у нас тут в Никодиме так говорится ОДЕЛЕГИ ИШ АВТУШ, тут он говорит ОДЕЛЕГИ АВТИШ, да, если, например, он говорит ИПОН ИШ АВТОН, ИПОН АВТО, то есть, на самом деле, Яков Нескиот в чем-то намеренно придает этому уже тексту изначально, который был упрощен, такую более высокую окраску. И на самом деле это явление, как видим, парафраз, оно является характерно для всех афонских житий с 17 по XIX век. Это одна из их отличительных особенностей. Что же говоря про выводы, конечно, учитывая то, что мы очень ограничены в доступе к ресурсам, ограничены в доступе к рукавичам, конечно, провести такое исследование довольно сложно, тем не менее, думаю, что опираясь на данные текста, опираясь на историю Святой Горы, скажем так, на ее самых плодовитых и знаменитых писателей и монахов можно составить общее впечатление об истории и развитии афонской географии 16 по 19 гек. У меня все, спасибо большое. Спасибо большое, Семен Борисович. Вопросы, коллеги? Да, Михаил Вадимович. Микрофон, да, отлично. Да, микрофон, да, да, да. Вот, Семен, а планируете вы как-то, особенно в связи с этой работой, конечно, вам прямой путь поехать на афон и там вообще, во-первых, войти в контакт с, я вам, вы и сами, наверное, знаете, можете узнать, я вам могу дать людей, которые опять могут вам там помочь, основные библиотекари, основных монастырей, с которыми, я пойму, это всегда, очень они, как бы, помогают, и, особенно, молодым ученым, ну, в русском монастыре, там, русские все, а в греческих монастырях, по-гречески, они очень, всегда очень тронуты, когда с ними иностранцы, особенно из России, по-русски, по-гречески говорят, просто готовы все сразу принести. Не планируете ли вы как-то все-таки использовать этот момент? Планирую, да. Когда вот у вас работа, дипломная и так далее, и вот, использовать с этим, поехать и познакомиться с этими материалами, там сейчас во многих монастырях, не во всех, но во многих монастырях легко нам на флешку вам сразу же скопируют все, это не значит, что там надо сидеть и все читать там, скопировать, набрать материал, потом приедем сюда, здесь будете работать. На лето будет. Я, кажется, планирую такую поездку в начале осени, если получится, там пока сезон спадет. В принципе, я пока хотел набрать, хотел пока набрать побольше, да, то, что есть в плане авторов, которые, да, известны, которые мне нужны, а потом уже, собственно говоря, ну вот эта работа, которая есть сейчас, да, конечно, она, собственно говоря, еще будет таким, может быть, небольшим каталогом, да, то, что, собственно говоря, чтобы сделать, да, такой список, как мы говорим, рукописей, список работ, которые интересны, да, на самом деле, я думаю, что это будет интересно не только для меня, но, в принципе, для, надо понимать, что на фоне тоже, да, одна из самых больших коллекций греческих рукописей, да, больше, чем в Ватикане, больше, чем где-либо, 10 тысяч рукописей, если не ошибаюсь, то я думаю, что такая работа, ну да, ну да, и думаю, что, да, как бы такая работа, она на самом деле, вот сейчас вот на этом курсе, она такая больше подготовительная, в чем-то, да, чтобы вот... Сейчас пора, пора уже набрать побольше, действительно, подготовиться. По каталогам, ну, хотя бы там уже Ламбросу. Ламброса есть, да. Смотреть, какие рукописи вам, ну, уже хотя бы, чтобы у вас был там десяток рукописей из разных которые вам интересны и нужно посмотреть. Вот, и поехать. Главное, завязать знакомство. Понимаете, вы завяжете знакомство, потом вам что-нибудь понадобится, вы к ним обратитесь, они вам перешлют какой-то текст или какую-то копию, какой-то группу текстов. Это первое. Второе. Вы с Хрисахаидисом знакомы сами? Я вот, я вам написал, Маштевич, мне пока никто не отвечает. Ну, он занят. Занят, я понимаю, конечно. Да, я гораздо писал. И обязательно с ним познакомиться надо будет. Он проводит регулярные, по-моему, ежегодные даже семинары для молодых ученых по афонской литературе. Так что туда вписаться, тоже предложить какую-то свою тему и так далее. Ну, надо с ним войти в контакт, обязательно познакомиться. И вот продолжать это. В общем, вот пока работаем в этом. Работаем в этом направлении. Давайте, да, конечно. Используйте эту поездку максимально. В будущем году можете летом или в осенью съездить. Хорошо. Спасибо большое, Михаил Вадимович. Спасибо большое, Михаил Вадимович. Еще вопросы, коллеги? Семен, я хотел бы у вас спросить. Вы все-таки планируете сконцентрироваться, то есть выбрать что-то одно, текстологический анализ, я так понимаю, преимущественно, а не литературвейческий? Меня, например, заинтересовало в контексте того, что говорили о топосах и о каких-то художественных, причем обратных переработках, допустим, да, метафрастовских, каких-то таких наиболее, если можно так сказать, изящных вариантов географических текстов, например, вот 10, может быть, 11 века. Вы пока сейчас занимаетесь именно текстологией, как я понимаю. То есть пытаетесь восстановить разницу как тут историю бытования этих текстов? Ну, да, пока пытаюсь делать так, но, видите, на самом деле, тут еще зависит от самого текста. Например, если мы говорим про житие святого Нифона, то оно прямо новое. То есть это первое, что на 100 века. Тут все-таки можно как-то, наверное, рассуждать каких-то особенностей литературвических, о том, что какие были использованы топосы, в каком контексте это написано. Это тоже довольно интересно. Но когда уже мы идем, собственно говоря, в дальнейшую историю литературы, то мы видим, что, конечно, больше идет составление сборников, именно переводов. То есть как-то возникла необходимость, это такая вот, может быть, в 18 век люди прониклись в идею того, что нужно просвещать греков, нужно возвращать им национальное самосознание и все-таки возвращать их к православной вере, как раз таки тем, чтобы к ним обращаться, на их языке рассказывать про сложные вещи. И вот на самом деле видно даже по текстам, что больше усиленно правильно именно на это. Поэтому тут и смещается сам фокус, если так говорить об этом. Поэтому так уж получается, что сначала вроде мы пытаемся уйти в литературное видение, а потом идем в текстологию, потому как, собственно говоря, наш предметовственный сам по себе выбрал такой путь, по которому мы тоже следуем. Понятно. То, что действительно было бы интересно, если вам удалось сформулировать какие-то тенденции определенные, свойственные действительно, по сути, для того редкого случая, когда мы можем говорить о пост-византийской литературе, о продолжении каких-то прямых традиций, было бы действительно интересно увидеть это. Надеемся, что-нибудь тоже от вас об этом услышать, почитать. Спасибо большое. Я боюсь, что у нас вышло время, если только какой-то очень короткий у кого-то есть очень важный вопрос. Наверное, нет. Тогда мы благодарим Семена Борисовича и приглашаем к нам Бихарского Илью Сергеевича. С темой. Процесс формирования образа императора Константина I Великого в хронографии VI-VII веков. Семена Борисовича. Семен, верните нам, пожалуйста, организатора. Семен ушел. Мы policymakers, где-то это. Семена Борисовича. Семена Борисовича. Семена Борисовича. Продолжение следует...